Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждых. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Следователи установили 20 фактов получения взяток бывшим вице-губернатором региона. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела Андрея Плитко. Все подробности в рубрике «Сводка». Следователи установили 20 фактов получения взяток бывшим вице-губернатором региона. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела Андрея Плитко. Напомним, в апреле чиновника задержали после передачи ему взятки. 3 миллиона 400 тысяч рублей Плитко получил от своего протеже, министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Оперативники обнаружили меченые купюры в микроволновке. В рамках расследования уголовного дела следователи установили 20 фактов получения взяток на общую сумму не менее 10,5 миллиона рублей. В 2018 году Андрей Плитко, используя служебные полномочия и свой авторитет, создал ОПГ, в который привлек доверенных ему лиц. За это он двигал их по карьерной лестнице. Участники ОПГ получали взятки от индивидуальных предпринимателей и юрлиц региона за заключение с Киров-Лесхозом договора в купле-продаже древесины. Расследование продолжается, устанавливают другие эпизоды преступной деятельности. Приревновал подругу и избил ее до смерти житель поселка Лесной Верхнекамского района. Вечером 16 мая 27-летний молодой человек выпивал со своей сожительницей. В ходе застолья парочка поссорилась на почве ревности и подозреваемый стал бить 28-летнюю девушку по лицу и голове. Травмы оказались смертельными. Установлено, что несколько дней назад ревневец уже избивал свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. В Лебяжском районе, в деревне Якино, разыскивают 4-летнего мальчика. Ребенок пропал вечером 17 мая. Следственный комитет принял решение о проведении доследственной проверки. На месте работают руководители и следователи Уржимского следственного отдела, а также криминалисты. Совместно с сотрудниками полиции, волонтерами и местными жителями проводятся разыскные мероприятия с целью установления местонахождения мальчика. Также следователи проводят следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств и причин пропажи. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мальчике, сообщите по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Автолезия из Яранского района предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС. 5 февраля инспекторы остановили на трассе в Арбашском районе 54-летнюю женщину, которая вела машину в пьяном визе. Нарушительнице предложили пройти медосвидетельствование, но она отказалась. Находясь в патрульном автомобиле, она предложила взятку полицейским 11 200 рублей, чтобы на нее не составляли протокол. Однако инспекторы отказались и сообщили об этом происшествии в дежурную часть и следственные органы. На дамочку возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд.